Привет, дорогие друзья! С вами Михаил Гребенюк и это новое видео на нашем канале, в котором я бы хотел поделиться своими наблюдениями, которые сложились мне за последние полгода, особенно ярко. И это будет ответ на вопрос, мое видение, почему одни люди, одни предприниматели кратно вырастают доходы, совершают прям вот явные прорывы один за другим, а другие тошнят на одном уровне, у них есть стеклянный потолок, который прям вот они бьются, много работают, много стараются, а денег больше не становится. Вот я бы хотел с вами поговорить о моих наблюдениях за предпринимателями, я состою в разных тусовках, сообществах, в мастер-майндах, наблюдая за людьми, за их развитием. И то, что сейчас я буду говорить, оно, на мой взгляд, относится не только к предпринимателям, но и ко всем руководителям и к обычным линейным сотрудникам сто процентов, потому что, мне кажется, просто часть нашей психологии. И самое обидное для меня, да, что многие этого не видят и не понимают то, про что сейчас пойдет речь, и вдвойне обидно то, что я сам этого очень долго не понимал, и даже, наверное, достаточно легкомысленно к этому относился, со скепсисом, не придавая должному значению некоторым параметрам. Итак, мои наблюдения таковы, что вот сейчас есть какой-то уровень дохода, например, вы зарабатываете, допустим, миллион рублей в месяц, да, и вы хотите как предприниматель вырасти там, ну, в 3 миллиона рублей в месяц или в 5 миллионов рублей в месяц, или вы там сотрудник, зарабатываете 100 тысяч рублей, хотели бы 200, или там сейчас 200, а хотели бы 350 или 400 тысяч рублей зарабатывать, или 500 тысяч рублей зарабатывать. По сути, если мы хотим прорасти, ну, чуть-чуть, там, с миллиона до миллион 200, или там с 300 до 400 тысяч рублей, то тут не надо какого-то радикального изменения. Нужно просто чуть больше чего-то делать, чуть больше звонков, чуть больше активности, чуть больше продавцов то все как сейчас просто чуть больше чуть-чуть педаль газа придавите оборот добавить если мы хотим на радикально новый уровень и нужно переключать скорость вообще ехать по другому совершенно и вот вопрос в том что является ключевым фактором перехода на новую орбиту да вот совершенно новый уровень развития и вот мое наблюдение что разным людям на разном этапе не хватает одного из двух вещей если вот два вектора которые вот я обратил внимание стоит людям прокачивать и вектор 1 это вектор компетентность то есть например такой расскажу историю интересно я только что вернулся с мальдив и на мальдивах мы летели пацанами мы катались на яхте на серфинге и мы одним самолетом забронировали себе рейсер в август на 6 не летали и у меня есть близкий такой мне товарищ олег вот он очень сильный специалист в инфобизнесе продюсер очень мощный и вот мы садимся самолет я смотрю электро говорит я вот себе в полет в ночной полет еще тоже додумался мне человек ночной рейс москва-мале себе взял книжку почитать я кручу за книжка это раз брендсона книжка про автоворонки это арасл брендсона это один из самых топовых в мире экспертов по интернет-маркетингу для онлайн маркетинга бизнес универсальная потрясающая книжка фанал хакерс это американские издания и он эту книжку собрался читать чтобы понимали олег для меня лично я много разбираюсь в творогах в маркетинге он охерительно разбирается в онлайн-маркетинге и автоворонках просто ну вот он явно разбирается лучше чем 99 процентов населения мира и с нашей страны уже сейчас да может быть меньше чем раз но очень круто и вот олег там зарабатывать эту сумму x и он эту книжку собрался читать собрался прокачиваться компетентностью но хурма в том что я вижу что если олег еще в два раза лучше будет разбираться в товоронках от этого его доход вообще никак не поменяется это вот то же самое как если бы я сейчас вот я надеюсь что вы считаете мне экспертом в продажах и признаете что я что-то в этом понимать начал вот что-то понимаю вот согласитесь что если я сейчас буду еще в два раза лучше понимать как строить отдела продаж и продажи вряд ли вы даже это заметите мой уровень настолько сильно выше рынка средний средней статистической компетентности предпринимателя что этого никто не заметит никак не даст прорыва в доходе и вот явно мой новый уровень находится не в области компетентности в продаж а допустим я сейчас понимаю что мой новый уровень это уровень найма и управление супер сильными топами за дорого то есть крутые дорогие топы и как ими управлять и выстраивать их руками компании это моя точка роста который сейчас активно занимаюсь после не полгода и причем много времени старайся меньше заниматься рутиной а вот у олега у него просто обычный middle management то есть базовые руководители начать нанимать чтобы стало лучше а он продолжает кончать себя в автоворонках и у меня как раз на яхте на мальдивах спросил а что мне не хватает для нового прорыва ли на уровне и вот на мой взгляд его как бы тупка в том что он уделяет большое внимание тому чего он уже хорошо понимает игнорируется супер слепую зону это тема про управление и вот у каждого из предпринимателей на том или ином этапе развития есть какая-то слепая следующая слепая зона без которой он даже не бабахнет и вот к слову для вас подумайте а может быть для вас сейчас такой слепой зоны является отдел продаж может быть вы там продуктивый производственник вы вылизываете продукт в этом маркетингом занимать что-то еще дело финансовую модель выстраиваете а вопрос нужно тупо продажников крутых нанять 10 человек ропа на нет сильного серымку внедрить регламенты стандарты скрипты и все вас побахнет просто в 10 раз вот если вы сейчас понимаете что это про вас мы можем вам это помочь да ладно и прям по ссылке под этим видео можно записаться к нам на закрытую экскурсию онлайн экскурсию в наш отдел продаж где вы можете посмотреть как построен наш отдел продаж а после этого вам сделан крутое предложение если вам если ты сейчас понимаете что ваш следующий прорыв финансовый прорыв это не не в тех вопросах где вы сейчас уже разбираетесь а это новая область прям разобраться в вопросе отделов продаж ну допустим вы можете пойти к нам и он просто решать вот беремся коллегу и вот у олега это вот компетенция в управлении допустим да для кого-то маркетинг это продаж и вот короче на каждом этапе развития есть какая-то новая слепая зона в компетентности без которой человек на новый уровень не выходит а это первая мысль а мысль 2 почему человек может не расти он может иметь достаточной компетентности и уже вот допустим для его дохода в 35 миллионов он уже компетенции много имеет но я заметил что почему-то почему-то вы знаете вот есть люди умный к чему умный человек классный супер твердый вот если разговариваешь а он ну допустим он метр восемьдесят и он маленький у куций у него голос куций а энергия куция сила куция в это биополе куция состояние куция и вот видишь он слабый вот не в паня что он силе физически слабые а он как-то вот не хватает ему что ли нового уровня мышления и силы тела и вот энергетики чтобы захватить новый уровень масштаба денег а деньги это все таки тоже эквивалент энергии и вот я назвал эту тему состоянием для себя да я знаю что многие люди по это по-разному называют пишут про это и вот короче реально вот другая история у меня не так давно в инстаграме написали ребята что хотят со мной консультацию я сказал да окей вот цена карточка не скинули консультацию я к ним приехал на встречу в ресторан и мы с ними часы беседовали и я разбирал их бизнес и два классных парня с шикарным бизнесом с большим потенциалом супер компетентно зарабатывать на двоих полтора миллиона рублей на двоих агре я гриста хотим 5 я вижу что у них достаточно компетентности в управлении маркетинге в продаже чтобы сделать пятерку они как будто себе знаете не позволяя что ли не разрешают себе этот доход иметь и вот я говорю ребята ваша точка роста и так а не мать-то кого а excel правильная а у них вообще не про excel у них опрос просто вот вот такая есть момент обладание знаете как будто люди себе не разрешают большие деньги иметь вот если вы сейчас выйдете на улицу спросите прохожего там в тренингах сок заработать 50 тысяч а сколько хочешь он скажет 500 ты скажешь но вот тебе раз два три будет 500 он скорее скажет да нет нет он как будто типа не принимать эти деньги еще пока вот может быть у вас такой же да вот вы как бы хотите эту сумму но вы чувствуете что вам страшно туда идти вы пока туда не идете как будто эта сумма не ваше а ваша текущая сумма ваши вот простой пример вспомните себя там еще 35 лет назад сколько вы зарабатываете может быть потом в 2 раза меньше по второго раза меньше в 3 раза меньше в 10 раз меньше как вы тогда воспринимали людей которые зарабатывают ту сумму которую вся зарабатывать и как вы сейчас воспринимаете что праздную совершенно к вы себе и кому-то разрешили что типа смысл не зарабатывать 300 тысяч смысле 200 тыс в смысле смысле такое создание странная и вот пока не произойдет такого трансформационного рывка, выхода на новый уровень в мышлении и в компетенциях, вот это вот не складывается спайка, и вы не совершаете прорыв. И вот я стараюсь все время наблюдать за собой, рефиксировать, а где моя сейчас слепая зона? Она либо в состоянии, либо в компетенциях каких-то слепых. Ну, если хотите, вообще вот напишите, про что вам было бы интереснее следующий ролик посмотреть, про компетенции, про качку или про состояние. Вот, напишите в комментариях, про что хотели бы узнать. А если видео наберет 500 лайков и больше, то я сниму и про то, и про другое, и вы уже на канал сможете посмотреть. Вот такая тема, спасибо, что смотрели до конца, с вами был Михаил Гребенюк, надеюсь, видео зашло, всем пока, и не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали, чтобы не пропустить наши следующие видео.